Что будет с организмом, если ходить без шапки? В детстве нас часто пугали тем, что если не надевать шапку при минусовой температуре, будет менингит. Это лишь утверждение мамы и бабушек. Научно это не доказано, если действительно не найдется шапка в мороз. Нужно ли надевать шапку? Врачи проверили исследование и выявили, что людям может быть комфортно и без шапки. То же самое касается последствий для здоровья. Медики уверены, что закаленный человек, который закаляется и ходит в легкой одежде при морозе, может ходить и без шапки. Врачи рекомендуют надевать головной убор только в тот момент, когда вы начинаете чувствовать дискомфорт в связи с похолоданием. Пока вы устойчивы к морозу, шапка вам не нужна. Последнее для здоровья. И какие могут быть последствия? Если вы все-таки отказываетесь от головного убора, даже когда вам холодно, то есть несколько весомых аргументов за шапку. Самая большая опасность для организма заключается в том, что голова не очень устойчива к холоду. Из-за того, что человек ходит без шапки в холод, у него может начаться падать иммунитет. Даже если он одет достаточно тепло, все равно голова повлияет на общее состояние организма. Это, в свою очередь, чревато различными заболеваниями, вплоть до заражений серьезными инфекциями. Второй опасностью для любителей ходить без шапки могут стать заболевания ушей. Дело в том, что именно орган слуха наименее устойчив к морозам. Из-за холода может воспалиться внутреннее ухо, появятся отит и другие заболевания. Самой последней, но не очень опасной причиной носить шапку может стать состояние головы, то есть волос. Оно напрямую связано с кожей головы. На холоде сужаются сосуды и ухудшается кровоснабжение. Поэтому волосы становятся ломкими и начинаются выпадения волос. Носить головной убор решать только вам. Берегите себя и будьте здоровы! Всего вам доброго и до новых встреч!